МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня нужно спасать. Пожалуйста, не делайте так, как я сделала. Я не буду все рецепты брать. А как же мы с тобой тогда поладим? Мне больше не прет, драйва нет. Иди сюда, глядишь, и спою после этого. Осталось пеплом на гумбах, Осталось пламенем в глазах. Мне надоело видеть вот эти сборки. Ты на данный момент, в общем, ничтожество. Я приехала в Россию 3,5 года назад из Прибалтики. Я ожидала встретить очень таких энергичных русских людей, интересных драйвов. Но попал совершенно в противоположность коллектив. То есть с утра там коллеги жаловались на жизнь, что не хватает денег. Хотя квартира есть, машина есть, муж есть. Но вообще жизнь плохая, денег на что не хватает все равно. Сейчас я понимаю, что я очень сильно выделялась своей неуемной, так сказать, энергией. И в итоге я стала просто немножко себя подстраивать под коллектив, скажем так. Ну, как сказать, копировать, что ли, поведение в этом коллективе. Докопировалась. В один прекрасный день поняла, что вообще я уже не радуюсь, мне больше не прет, драйва нет. Я почувствовала то, что я больше не хочу заниматься творчеством. Все детство, 10 лет, я занималась музыкой, играла на скрипке. Потом я поняла, что мне нравится петь, я пошла учиться вокалу. Последний год у меня пропал голос. Я потеряла радость жизни. То есть раньше мне просто было очень легко дышать, и меня все радовало. Я знала, что я талантлива, что я красива, там, обаятельна. Потом, когда я попыталась стать, как все, пожалуйста, не делайте так, как я сделала, я все эти чувства потеряла. Я закрылась, я сижу дома, никуда не хожу. Я уже давно никого не любила. Мне хочется завести друзей, мне хочется, чтобы у меня был такой классный молодой человек, чтобы он мне позвонил, и я без задней мысли вскочила, собралась и просто полетела бы к нему. Я надеюсь, что программа поможет мне преодолеть все-таки какой-то внутренний барьер, вот этой закрытости ко всему, и к людям, и к жизни, и к радости, и к себе самой. Я хочу преобразиться, я хочу вновь улыбаться, я хочу чувствовать себя красивой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Меня зовут Дина. Диночка, рассказывай. Меня нужно спасать. От чего спасать? Года два назад я поняла, что я не хочу больше заниматься своим любимым делом. Я занимаюсь музыкой, я занимаюсь вокалом. Ты поешь? Ты бевица? Я учусь. Сколько тебе лет? Мне 30. И ты до сих пор учишься? Да. То есть я работаю, я айти-специалист. Да, айти-специалисты и музыканты, это как-то абсолютно две разные вещи. Две разные грани, да. А почему ты не поешь-то в итоге? Зачем тебе это, работать айтишником? В данный момент я не могу взять на себя такую ответственность, взять и поменять. Мне не хватает какой-то уверенности в себе. Я ее потеряла вот некоторое время назад. Я как будто надорвалась. У меня даже голос пропал. Я год не пела, не занималась. В итоге я... А это на фоне каких проблем? Я не слышала. Ты в разводе, может быть, или что-то у тебя какая-то трагедия случилась. Что-нибудь такое. Тебе 30 лет. Ты замужем была? Нет. Дети есть? Нет. Петь не начала? Нет. Детей нет. Нет. Мужа нет. Нет. Тебе 30? Да. Что ты делала все это время? Сидела дома. Боялась высунуться, скажем так. 30 лет мечтала о сцене, сидя дома. Досиделась до того, что еще и голос пропал на нервной почве. Да. Хорошо. Что касается личной жизни? Где молодые люди? Молодых людей я отталкиваю сейчас в данный момент. Я их не пускаю в свою жизнь. Мне это все на данный момент заменяла музыка. Ну, конечно, основные вопросы у тебя к Андрею это 200%. Но сейчас я все равно позову в эту студию Женю, Катю, Юру. Привет, девочки. Привет. Расскажу им обязательно. Расскажи-ка нам. Все непросто. Все очень непросто, да. Музыка нас связала, значит. Девушки на первом месте только музыка. Так. Ничего не хочется? То есть, насколько я понимаю, абсолютная... Ну, какая-то апатия наступила. Апатия, да, на личную жизнь, на все остальное. Ей хочется сцены, аплодисментов, ей хочется петь. Добро пожаловать в наш клуб. Да, да. В караоке. 30 лет. А как же вот петь и пришла в униформе? Джинсы, наши любимые. Ты же должна быть звездой. Либо нереально прекрасный дар. Голос от Бога просто. И человек может стоять басым на сцене и звучать. А ты можешь сейчас спеть, что ли? И мы тебе простим то, как ты одета, если вдруг нас это так покорит. В конце туннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс. И надо жить. Я больше, может, не вернусь. А может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах. Останусь пламенем в глазах. В твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке. Останусь светом далеке. Я для тебя останусь светом. Так, извините, пожалуйста. Будем одевать, да? Спасибо. Далее в программе. Мне надоело видеть вот эти сборки, отстрочки, драпировки. Ты уже как хочешь поиметь второстную целью? Они не поддерживают, они не понимают. Спасибо. Песня аллергическая про любовь. Все-таки есть в тебе романтизм-то? Где же он внешне-то? Почему же не проявляется? Ну как, ну яркая краска в волосах. Я сколько помню, мне очень нравился яркий рыжий цвет, потому что это соответствовало моему настроению. Сейчас у меня полностью противоположное настроение. Я хочу слиться с толпой. Я вот стала отращивать свой русый цвет, чтобы на няням прощали внимание. Но мы здесь не мешаем никого с толпой, понимаешь? Либо у тебя есть желание все-таки избавиться от вот этой своей тенденции, либо я не знаю, но я не буду в серый цвет ее красить. А как же мы с тобой тогда поладим? Вот скажи. Мы не будем тебя смешивать с толпой, мы не будем подчеркивать твое серое настроение. Если оно у тебя есть, это серое настроение, и ты не намерена меняться, и не намерена становиться ярче, и подчеркивать индивидуальность, хочу договорить. На сцену нужно жить ярко, красиво, чтобы это все запомнили и захотели тебя видеть на этой сцене вновь и вновь, понимаешь? Потому что если не хотят слышать, то надо, чтобы хотели хотя бы видеть. На мой взгляд, скажу тебе сразу, случай, конечно, тяжелый, да, и честно тебе могу сказать, потому что много противоречий, много несостыковок, все эти тараканы. Должен разбирать. Должен разбирать Андрей, прежде всего. Ну, конечно же, и ребята, в том числе тебя. Немножко поборемся. Пойдемте ее распутывать. У меня есть на зубах пятнышки, которые не отбеливаются никакой зубной пастой, и такой неровный цвет зубов. Хорошо, давайте посмотрим. Открывайте, пожалуйста. Дина, зубы желтые у вас потому и полосатые, потому что у вас флюороз. Что такое флюороз? Это когда в воде очень много фтора. Это влияет на зубную эмаль, она становится желтой, вот такой полосатой с полосочками. Скажите, пожалуйста, вы где родились? В Прибалтике. Все понятно. Там как раз в воде много фтора, и поэтому такая проблема. Дело в том, что зубы с большим количеством фтора не очень хорошо отбеливаются. Поэтому в вашей ситуации, для того, чтобы получить яркую белую улыбку, необходимо провести реставрацию. Что это такое? Необходимо покрыть зубы тонким слоем искусственной эмали. Это можно сделать из керамики, можно сделать из композитов, но когда мы делаем это из композитного материала, это более щадящая методика. Это очень красиво. Приступим? Да. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дим, привет. Привет. Юрий Столяров. Звездный визажист. Пойдем скорее познакомимся с врачом и посоветуемся с ним, что сделать лучше. Пойдем. Хорошо, понятно. Я вижу здесь близкое расположение сосудов, которые дают темный круг и небольшую падинку по слезной борозде. Я бы сюда ввел гиалуроновую кислоту для выравнивания слезной борозды и не будет ощущения усталых век. Что еще? Здесь нужно быть очень осторожным при коррекции носогубной складки. Потому что действительно, если мы захотим избавиться от этой бороздки путем введения препарата сюда, в эту зону, мы можем сразу утяжелить уголок рта. Да, и он сразу может упасть. Конечно. Ее решение проблемы носогубной складки – это работа со скуловой зоной. Коррекция центральной зоны лица – это введение препарата в область щеки и вот этой порции скулы. Для чего это нужно сделать? Это делается тогда, когда мы хотим получить округлую щечку. В ее ситуации это необходимо сделать для того, чтобы в том числе разгладить носогубную складку, потому что перемещение кожи и ее фиксация будет идти по этому вектору. Дина, привет! Привет, Катя! Екатерина Веселкова. Московская модница. Что ты привезла? Слушай, Дин, на самом деле я давно не помню таких богатых гардеробов. Ну, здесь есть вещи, которым уже очень много лет. Вот эти кофточки, допустим, вот это платье. Но они от этого не менее любимые. Да. Вот это юбочка. Была такая модная, в моде такие школьные юбочки. Топики такие к ней. То есть ты прям в топики можешь вот так вот взять и пойти? Ну, погулять, да. С юбочкой? Да, на работу я, конечно, в таком нельзя приходить. А я смотрю топиков-то. Целая коллекция топиков. Да, я люблю топики. А давай его померяем сразу. Дина! Ты где? Надо под пионерский марш так забегать. Мне снова 16 лет. Ты сам 16 лет, да? И как тебе от этого? Ну, на самом деле мне нравится, потому что оно немножко такое озорное. Плечи открыты. У меня ощущение, что передо мной просто какая-то эмо-аниме японское. Не, ну правда, здесь черное с розовым. Тут юбка в клетку. Тут латексный черный пояс. И вообще вся эта история с топиками, она, честно говоря, на грани. Вот это вообще просто история Шахерезада и тысяча и одна ночь. Вот это, прости меня, моя дорогая, это вообще белье. Это ты решила, что это топик. Но это белье здесь жесткое, чашка бельевая. Это не верхняя одежда. При этом я еще пока в твоем богатом гардеробе разбиралась. Я нашла у тебя две блузки, которые ты сказала, что им по многу лет, но они у тебя любимые. Да. Вот. А почему любимые? Чем они тебе нравятся? Ну, вот здесь есть такой вырез, где можно немножко так открыть зону груди. А здесь мне в этой блузке нравится цвет, он такой свежий, освежает, мне кажется. Во-первых, этот вопиющий блеск синтетической искусственной атласной ткани. Светится так, что глазам больно. Во-вторых, этот ужасный крой под грудью, который в редких случаях идет, и если вы его видите, бегите от него, это нельзя носить. Мне надоело видеть вот эти сборки, отстрочки, драпировки, поэтому я вообще не хочу, чтобы это осталось в твоем гардеробе. При этом тебя как-то перекашивает, и ты носишь какие-то еще, прощай, молодость. Вот это рисунок с растрескавшейся землей, вот этот вот принт в елочку с какими-то мрачными рукавами. А вот это вот, что это такое тоже? Ну, это туника вообще на все случаи жизни, я считаю. На все случаи жизни. Сейчас тот самый случай, мы меряем тунику, с чем ты ее носишь. Брючки были. Брючки, вот я вижу. Чёрные. На все случаи жизни. Давай. Дина ко мне идет на все случаи жизни. Она сейчас у нас одета, ну расскажи. Как бы вот в этой тунике очень легко двигаться, то есть она не сковывает движение. Мне нравится здесь фиолетовый цвет и вот такой рисунок необычный. Туника – это прямая кофта, а у тебя недоплатье, а не туника. Брюки не должны торчать из-под расклешенной кофты. При этом отделка из пластмассы, при этом вставка черная здесь, под груди отрезали – это полный ужас. Мне нужно от этого избавиться. Немедленно. Сдыхай, потому что в этом ты больше никуда не выйдешь. Помимо инфантильных вещей, есть еще страсть к блеску невероятная. Вот это вот. Блеск в дениме, золотой ремень, потому что здесь же блеска мало, надо блеск усилить. Блеск в люрексе, блеск в еще одной юбке «Прощай молодость». Это вообще какая-то обивка кресла. Дина, для тебя прям как-то это в разные стороны. Да, мне очень нравятся блестящие вещи всякие. Избавляйся. Блестящие вещи – это чаще всего дурной тон. Любой переизбыток с деталями – это дурной тон. Есть хорошее правило – лучше не до, чем перья. Так, а что вот это за платье? Ученицы. В этом платье я хожу на работу. Хорошо, давай посмотрим, как ты в ней смотришься. Угу. Мне кажется, это прекрасное платье. Здесь есть рюша, которую я люблю. Здесь подчеркнута талия, здесь хорошая длина. Мне это платье очень нравится. Камешки. Вот эти блестящие. То есть оно не скучное такое платье. Душа моя, смотри. Считаем. Воротник. Раз. Рюши. Два. Драпировка с резинками на рукавах. Три. Активные блестящие пуговицы. Четыре. Ремень резиновый. Одна штука. Пять. Шлёвки. Шесть. Ну ты чего не считаешь? Я всё за тебя делаю. Блестящая активная пряжка. Семь. И ещё и отстрочки по юбке. Это цыганский табор. Снимай. Это позорище. Снимай. Не сейчас. Выйдешь, конечно, и снимешь. Но я тебя просто так не отпущу. Я на десерт оставила вот это. Это что за гибрид? Туфель на каблуке и... Кроссовок. И кроссовок на липучке, пожалуйста. Вот я требую. Снимите, пожалуйста, что это на липучке. Это что такое, Дин? Это очень удобная обувь. И, в принципе, она вот под джинсами очень хорошо подходит. Диночка, она никуда не подходит. Вот это вот носить нельзя. Вот это все. Сейчас программа закончилась. Пошли, свой шкаф открыли. Из коробок достали. И вот эти полутракторные кеды, полутуфли на каблуке выбросили. В общем, Дина... Я уже готова смотрю. Дорогая, это все переходит в мой музей. На этих экспонатах можно обучать вообще, как неправильно одеваться. У тебя будет много красивых вещей. Ты забудешь про свой дурной вкус. Я надеюсь, что ты воспитаешь себя правильной. И слово «мера» будешь уже употреблять в общепринятом значении. Договорились? Я надеюсь, что у нас получится. Дина, здравствуй. Здравствуйте. Андрей Кухаренко. Психолог. Скажи, что у тебя с личной жизнью? На первом месте как бы приоритетом были вот музыка стояла. Хочешь ли ты родить ребенка? Да. И как хорошо поставленный голос поможет тебе родить ребенка? Нет, конечно, эта постановка голоса не связана. Я надеюсь, что отношения с мужчиной принесут в мою жизнь позитивные эмоции, которые помогут мне и в творчестве. Скажем так, поддержат меня. То есть ты мужика хочешь поиметь корыстной целью? Давай-ка, дружок, иди сюда, глядишь и спою после этого. Так? Потому что очень многие мужчины, они отодвигают от меня это творчество. Они не поддерживают, они не понимают. То есть тебе нужна подпорка? Поддержка. Я про любовь пока не услышал. А что для тебя любовь? Я подразумеваю под любовью между мужчиной и женщиной, это когда они друг друга понимают и некомфортно с друг другом находиться. Когда я вспоминаю свою жизнь, свои отношения, мне припоминается больше негатива, чем позитива. Я тебе хочу сказать, что для того, чтобы что-то начать делать по-другому, совсем не обязательно бесконечно копаться в прошлом. Я думаю, для тебя будет хорошим результатом это увидеть, что ты делаешь в данный момент для того, чтобы оставаться одной, если хочешь. Хочу. И знаешь, не только увидеть, но и прочувствовать. Да, но я вообще даже как-то физически вокруг себя стену ощущаю, что я ее строю. Как считаешь, пора рушить или нет? Пора рушить. Но вот при этом я очень боюсь, если я разрушу эту стенку, да, я очень боюсь потерять свои границы, понимаете? Как считаешь, с чего начать-то? Немножко открыться все-таки. Это немножко разобрать стену? Да. И я тебя благодарю за то, что ты пришла, и мы с тобой увидимся позже на эксперименте. Ну а пока береги голос. До свидания. Спасибо, до свидания. Далее в программе. Совершенно новая вещь. Причем у нас ее никогда еще не было в программе. Ты на данный момент, в общем, ничтожеств. Такая немножечко, как будто бы пьянчужка была. Ранее в программе. Я приехала в Россию три с половиной года назад из Прибалтики. Хочется сцены, аплодисментов, ей хочется петь. Я про любовь пока не услышу. Я уже давно никого не любила. Я вокруг себя стену ощущаю, что я ее строю. Привет. Привет. У меня клаустрофобия, если что. Это магический ящик. Называется перезагрузка. Твоя задача – начать себя в этом ящике выражать на сто процентов. Через голос, через музыку, через жесты. Мне, в общем, все равно как. Я поняла. Готова встретиться с волшебством? Готова. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы помочь Дине увидеть, что только она сама может как-то оживить свою жизнь. Что-то я забыл. А, у меня же магический фонарик. Дин, здесь хорошая новость. У меня есть магический фонарик. И это магическая шляпа, которая будет неким мерилом. Труда, мерилом твоих способностей. А я думаю, чего не хватает? Мне нужно смычок на канифолить. Вроде бы Дина всегда при деле. Смычок канифолит, но по результату радости-то в жизни все равно нет. И что бы она ни говорила, с моей точки зрения Дина занимается самообманом. Только можно всю жизнь смычок канифолить. О, боже, как же встать. Ау! Поехали дальше. Дин, ты делаешь все, что угодно, лишь бы ничего не делать. Просто знай это. Вот на данный момент это так. И оценка твоих результатов 15 рублей. На самом деле ты на данный момент, в общем, ничтожество. А я тебе предлагаю стать чтожеством. Ну, насколько возможно в таких условиях себя выразить? В таких условиях возможно на 100. Выразить себя на 100. Ой, ё-моё. Я только сидя могу играть. Присаживайся. Ну, рассказывай. Что с силой и уверенностью? Ну, если говорить о вступлениях, да, то есть, естественно, страх перед публикой есть. Дина, только она что-то все голо морочит. Ну, тебе 30 лет уже, а? Ну, при чём здесь страх перед публикой? Ну, может быть, не профессионально я сыграю. Тоже есть такой страх. Ну, или спою. Какому твоё творчество нужно, Дина? Мне оно нужно. Ну, кроме тебя, кому? Ну, тебе 30 лет. То есть, ты ничего не сделала, кроме слов. Ты только трендиешь, трендиешь и трендиешь. Я не знаю, как себя выразить на 100% здесь. Или действуешь, или пойдём каждой своей дорогой. Ты сдаёшься, а у меня ещё дел полно. Всё, я больше ничего не помню. Подожди, 100% или нет? На 200 уже. Хорошо. Что с завтрашнего дня будешь делать по-другому? Позвоню своей учительнице по вокалу, пойду заниматься. Ты встретила свою силу уверенность? Здесь сейчас нет. Ты оказалась там же, а с чего иначе? Да. Тогда я хочу констатировать, что на данный момент тебя то положение, в котором ты пребываешь, устраивает, а это именно жизнь человека, которому скучно от собственной жизни, и который не несёт радость другим, и не несёт радость себе. Даже не тащится от собственной музыки. Да. Всё. Тебе спасибо. Спасибо. Ребята, выпускаете нас. Эксперимент показал, что на словах Дина хочет что-то изменить в своей жизни, но на самом деле ничего менять не хочет. Можно вокруг человека плясать ритуальные танцы, но если человек сам не хочет, все танцы не про него и не для него. Ну что, подружка, ты готова? Да, я вся в нетерпении. От чего мы будем тебя отучать, как ты думаешь? Учить скромности и сдержанности. Блеск, камни, они хороши, но их надо дозировать. Я помню, ты мне презентовала то, как ты ходишь на работу. У нас дресс-код. У нас дресс-код. Да. Ну, то есть не обязательно белая, но чтобы не было открытых частей тела, скажем так. Да. Сильно открытых. Да, да, да. И ты решила, что у тебя белый верх, чёрный низ, ты вроде бы соблюла все правила, правда там рюшей нагнала блестящих пуговиц. Ну, немножко повеселилась, да. Повеселилась. Оторвалась на полную гатушку. Теперь будем тебя обучать правильному дресс-коду. Ну, во-первых, белая блузка, к ней жикет. И чтобы никого не смущать, на работе строгая юбка прямого силуэта, да, которая будет даже правильно открывать ноги, не придерёшься. Ну, мне нравится, что она с рисунком такая весенняя, потому что я немножко устала от строгой классики. Вот, какая ты молодец. Я немножко оторвусь. Оторвись, пожалуйста, оторвись. Я очень хочу, чтобы ты оторвалась. Оторваться будем ещё на высоких каблуках. Ну что? У меня нет слов. Я просто чувствую себя такой лёгкой, воздушной, весенней. Ну, ты понимаешь, что на работу можно ходить вот так. Тем более, когда весна. Ты можешь не быть скучной, ты можешь не быть белый верх, чёрный низ. Ты соблюла все правила этикета. При этом ты в таком вот пастельном цвете, абсолютно весеннем. У тебя уже такие вот появились кошачьи женственные повадки, что очень здорово. Здесь есть солнце, здесь есть небо, здесь есть облака, цветы, природа. В общем, всё, что я так люблю. При этом, заметь, если у тебя после работы наметится свидание, а оно у тебя теперь уже наметится, то ты раз, и вся такая волшебная, светлая, лёгкая побежала на свидание. Можешь даже сюда какое-нибудь колье под воротник надеть уже вечером. Что ещё? Смотри, один образ с юбкой мы уже разобрали. Давай я тебе покажу, как можно ещё красиво комбинировать. У тебя, например, появляется вот такая юбка. Здесь у нас с тобой такая чёрно-зелёная гамма геометричная. И здесь у нас с тобой эти же растительные. Зелёные. Да, зелёные и чёрные, они перекликаются. Они оба такие контрастные, резкие. И чтобы не быть всей в клеточку или всей в цветочек, мы запросто смело комбинируем вот так. Ну, интересно. А ещё интереснее, если сверху на всё это великолепие мы наденем вот такой спортивный свитшот. Да, вот у нас такой получается с тобой набор «Сделай сам», который очень яркий, дымный цвет свитшота. И видно, что перед нами юная девушка, которая абсолютно соблюдает все тренды этой весны. У тебя появляются вот такие вот брюки, такого немножко яркого и в то же время такого деликатного кирпично-красноватого оттенка. К ним мы добавляем вот такой топ. Ты, в принципе, можешь это носить и так. Но если у тебя встреча или если ты идёшь на работу, тебе нужно поддержать твое дросско, ты надеваешь вот такой пиджак. Мне нравится, мне комфортно в этом. Про комфорт вообще, девчонки, я не сомневаюсь, что вы можете всё сидеть в комфорте. Вы мне такого комфорта уже здесь напоказывали, что хочется вас загнать в что-то некомфортное. Не, не надо. Красиво, красиво. И красиво, и удобно. Смотри, у меня для тебя припасено платье, но мы не будем его мерить. Я просто покажу тебе и расскажу. Понятно, что на твоей фигуре оно будет идеально сидеть. Узкие плечи, округлые бёдра и яркий принт. То есть любишь цвета, носи цвета, но носи красиво. У тебя в арсенале есть ещё блузка, как ты помнишь. Ты можешь её надевать вот так под платье, выправляя воротник. И тогда оно превратится, ну я не люблю это слово, да, в сарафан. Но оно превратится в платье с таким, скажем, усложнённым элементом в виде воротника. Это тебе ещё одна идея. Мне хочется ещё продолжать для тебя открывать что-то новое, да. И этим новым будет совершенно новая вещь. Причём у нас её никогда ещё не было в программе. А, что это? Мне уже страшно. Да, да. Это будет необычная вещь у тебя и у многих девушек её вообще нет. Но это сейчас адски модная... Не подглядывай, хитрая какая. Это адски модная вещь. Вечерняя пижама. Это с мужчиной нужно поделить. А я думаю, что если ты в этом виде придёшь, мужчина сразу приложится. Он просто будет идти бесплатным приложением. Он приложится. Приложится, да, в прямом и переносном смысле. Потому что такое, конечно, может надеть только смелая, уверенная в себе девушка. И я не хочу убивать в тебе твою уверенность в себе. Мне она очень нравится. Поэтому именно с тобой я хочу произвести такой эксперимент в хорошем смысле слова. Но чтобы тебе мало не показалось, ты ещё будешь и в челме. Ты уже по красной ковровой дорожке, мне кажется, идёшь, да? Очень необычно. Мне очень нравится. Ты очень органично смотришься. Девушки, этой весной, этим летом в моде пижамы. Вот такие, да, вот именно такие пижамы. Посмотрите на нашу модель, пожалуйста, на подиумодель. Покружитесь, пожалуйста, пусть все оценят. Правильно, лицо должно быть таким, как сейчас, ничего не выражающим. Абсолютно правильно. Чулма, снимайте, и ты просто в пижаме, которая вечерняя. Почему? Потому что она атласная. Блестящая фактура ткани, шёлковая блузка. То есть это всё нас отсылает к какому-то специальному поводу. Да уже посмотри же ты на меня, оторвись ты от неё. Я у тебя её не заберу. И ты заходишь, и все девушки в платьях, потому что они, ну они не осмелятся прийти так. Один осмелятся. И к микрофону сразу. Сюда отлично подходят красные туфли, даже если ты без чулмы, потому что это акцент. И как ты думаешь, какого цвета может быть помада у тебя в таком случае? Красная. Молодец. Что мне не хотелось убить в тебе? У тебя невероятная любовь к жизни, ты любишь яркое, ты любишь смелое. Поэтому мне хотелось составить для тебя такой гардероб, в котором будут какие-то такие шоковые смелые вещи, но при этом в котором будет всё со вкусом, да? И не убрать из гардероба яркие летние-весенние краски. Как тебе самой? Спасибо большое. Мне очень нравятся эти вещи. Я буду их носить с удовольствием и вспоминать вашу программу. Прекрасно, отлично. Смотри, такой яркий гардероб, он же требует определённого хода, да? По этому поводу у меня есть для тебя подарок. Это ласка сияния цвета, чтобы ты правильно ухаживала за вещами ярких цветов, чтобы они всегда у тебя оставались как новые, как сейчас. И тебе с твоим ярким гардеробом это вообще номер один просто предмет. Спасибо. Дина, мне прям жалко с тобой расставаться, правда. Мне тоже. Я от тобой прониклась, но мы с тобой ещё увидимся. Ты пойдёшь к Жене, с Юрой, они тебя ждут, у тебя продолжится твоя красота. И мы с тобой увидимся уже в студии. Спасибо, до встречи. Давай, пока. Привет. Привет, Дин. Присаживайся. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Что ты скажешь о моих волосах? Я послушаю, что ты мне о них расскажешь. Я долгое время делала мелирование, потом красилась хной поверх. У меня получился такой рыжий цвет, но всегда непредсказуемый. Почему непредсказуемый? То ярче, то склее? Да, зависело от мелирования. Всё, добро пожаловать в мир удивления, потому что, когда ты себя увидишь в следующий раз, ты будешь именно удивлена. Готова? Я в предвкушении. Всё, не плачь, давай. Дин, скажи, пожалуйста, а почему ты выбрала для себя рыжий цвет и так долго в нём ходила? Потому что мне, во-первых, этот цвет нравится, мне кажется, что он мне идёт. А во-вторых, он соответствовал моему такому настроению, драйвому, весёлому. Но дело в том, что рыжий цвет, он не всем идёт. Его очень сложно носить. Носить его прям вот абсолютно точно могут молодые-молодые девушки, без проблем с кожей, ну, либо всегда накрашены. Так как у тебя всё-таки есть такая акцентуация, у тебя достаточно тёмная кожа вокруг глаз, рыжий цвет акцентировал на нём, внимание, понимаешь, да? Ты такая немножечко как будто бы пьянчушка была. Ну, я ни в каком другом цвете себя не видела. Почему? Вот почему? Что тебе не хватает внутренней какой-то яркости, я не знаю, зачем тебе вот так вот утверждаться посредством цвета? У меня было хорошее настроение, я хотела им делиться. Ты всё время для всех устраиваешь шоу. Мне хочется, да, чтобы жизнь была вечным праздником, вот. Но в последнее время я немножко от этого подустала уже. Да, всё? Выдохлась? Аниматор? Ну, на время, я думаю, что всё вернётся. Я уверен, потому что после нашей программы возвращаются радужные времена, и ты перестаёшь зависеть от цвета волос. Потому что ты сама будешь светиться, независимо от того, рыжая ты или нет. Холёная, красивая, в шапке. Совершенно верно. После косметолога, после шикарного стилиста, привет. Парикмахера. Парикмахера. После шикарного парикмахера, после косметолога, кожа холёная. Ждёт макияжа. Едино жаждет макияжа. У неё такая шикарная улыбка, которая осталась только подчеркнуть. Да у неё всё теперь шикарное будет. Всё, приходи к нам. Давайте, до скорого. Полюбоваться результатом. Всё, до скорого. До скорого. Пока. Далее в программе. Раз, два, три. Мы всё правильно делаем. Это очень важно. Мы понимаем, что мы можем всё. Дина, это моя мейкап-студия. Присаживайся. Всё сделано прекрасно. Я не вижу вообще никаких-то недочётов. Щёчки появились. И щёчки появились, но ровно там, где должны быть. То есть абсолютная гармония присутствует. И тебе теперь очень несложно делать макияж, потому что, по большому счёту, никаких жёстких коррекций делать не стоит. Ну, ты готова, скажи, пожалуйста? Да, да, да. Давай начнём уже быстрее. И имей в виду, что пройдёт совсем немного времени, и вот в этом зеркале, именно вот здесь, ты увидишь Дину и познакомишься с ней. Потому что эта Дина будет не похожа на ту, которая была до того, как ты пришла на перезагрузку. Давай начнём? Начнём. Дин, в твоём макияже есть один очень сильный акцент. Я думаю, ты чувствовала и понимала, что мы делаем достаточно яркий макияж глаз. Можно взять оттенок из любой абсолютно палитры, но очень здорово, чтобы в этом цвете присутствовала хоть капелька красного. Потому что это поможет вытащить зелень, да ведь? Да. Но это не значит, что именно красный цвет помогает выделять зелень. Капелька красного может присутствовать даже в палитре синих оттенков. Конечно. Крайне важный момент – это область под глазами. Именно поэтому, во-первых, я корректировал синечки под глазами после яркого макияжа глаз. И советую тебе делать так всегда, в силу вступает корректор, аккуратно, прямо на области вокруг глаз. Не заходя за границы синечков. Какой молодец, он хорошо всё помнит. То есть, если у тебя синечок заканчивается на уровне центра зрачка, корректора у внешнего угла глаза ни в коем случае быть не должно. А ты будешь выглядеть как транспортит. Поняла? То есть капелька корректора только в тёмный круг. Участки рядом с этими тёмными кругами мы корректором не обрабатываем. Мы просто стушевываем там границы при помощи основного тонального крема. Дин, ты знаешь, будь готова к тому, что... Вы меня сзади держите, если что. Тут спинка. Тут спинка, ты не упадешь. На самом деле, то, что ты увидишь сейчас, это не простая девушка. Это суперзвезда. Это как раз та девушка, которая способна удивлять не безумно рыжим цветом волос, а красивым цветом волос, красивым макияжем глаз и шикарным цветом губ улыбкой. Раз, два, три. Кто это? Дина, фамилия твою никогда не выжила. Нет, это не я. Иди переодевайся, и мы тебя ждём на финальной студии. Длинные волосы – это моя мечта. Круто. Длинные волосы – это и наша мечта. Это и наша. Перестань. Слушай, я уже куда-нибудь мечтаю уехать в воздух. Скорее бы уже, да? Ну сколько можно? Тем более сейчас на улице лето, постоянно ощущение есть, как у нас каи на море, да, позагорать, покупаться, погулять. Но я вот лишь к морю равнодушна. Мне лишь бы походить, воздухом подышать, пошататься. Я вот тут не люблю лежать. Ты лежишь? Торогу больше. Да, да, да. Да, я очень люблю. Ленинодок – это мой самый любимый отдых. Вышки мои разные с тобой. Правда, прежде чем походить хорошо по пляжу, нужно быть в хорошей форме. И ты, конечно, что-нибудь обязательно перед отпуском принимаешь. Я даже с собой в отпуск беру, если честно, потому что обычно сама знаешь на отпуске, объедаешься, сразу куча еды вкусного на свежем воздухе. Слава богу, у меня есть жиросжигающий комплекс, фрутовые батончики. Очень здорово, потому что заменяет все тебе – десерты, сладости. Лежишь на пляже, вместо того, чтобы там мороженое, постоянно через каждые 10 минут лопать, я раз, открываю, скушала и все. И прям даже иногда, ты знаешь, и на обед не хожу. Вот я покушала батончики, мне нормально. Круто. Дай мне попробую. Да, они очень вкусные. Слушай, они сейчас просто все умрут. Ты сама-то веришь, что это ты? Я не могу до сих пор понять, кто это. Очень непривычно. Сейчас их разыграем. Давай. Все закрыли глаза, и Седой тоже. Вуаля! Ты ошел. Исаживайся, исаживайся. По-моему, Катя была на каком-то светском мероприятии и захватила с собой подружку. Да, так и вы. И решила выдать ее за нашу героиню. И мне тоже так кажется. Моя подружка Дина. Дина. И в какой вы группе поете? Ну, наверное, Дина, поп-стар, супер-шоу. То есть выступаете сольно, я так понимаю. Да. Виагра закрылась, появилась Дина. Просто Дина. Но движение туда. В этом случае. Да, действительно. Слушай, какая потрясающая улыбка. Вообще. Белоснежная. Голливудская звезда. Голливудская звезда. Волосы, мейк, платье. Все сделано для того, чтобы уже выйти на сцену. Спасибо. Карьера, карьера, карьера. А мужчины. Ничего не слышу про мужчин. И это очень важно. Вот, например, в самом начале наших с тобой встреч, как-то тоже двусмысленно прозвучало, в самом начале проекта у меня была такая, знаешь, стойкая уверенность, что ты для того, чтобы не уделять внимания личной жизни, как раз... Закрываешься, да, и... И переключаешься на клеение, на скрип. У тебя нет же постоянных отношений, да? За недолгое время до съемок у меня завязались отношения с молодым человеком, у него звукозаписывающая студия, и... Так и становятся популярными певиццами, вы понимаете, ничего нового не придумали. Это мне вообще странно, глядя... Библейский сюжет. Да, да. Мне странно, глядя на Дину, вообще рассуждать в контексте того, что у тебя с мужчинами. Мне кажется, вот с мужчинами... Ну да. Ты ее не видела с утра. Я ее видела гардероб. Я люблю все блестящее, все вот это вот пошлое. Но сейчас мне, конечно, больше нравится мой образ, и особенно длинные волосы. Просто мы угадали мою мечту. Мы ничего не угадали, мы просто знали, что тебе это нужно. Мне стало гораздо легче дышать. Такого прям большого драйва нет, потому что я все-таки каких-то больших эмоций немножко сейчас боюсь. Вот я пока в таком спокойном состоянии. И тебе комфортно. И мне комфортно, да. Аккуратненько. Бережет себя. Бережет, да. Ну, наверное. Слушай, такая молодец, ты прям улыбаешься, улыбаешься, это очень здорово. А как заразительно улыбается. Когда после перезагрузки люди выходят вот прям с позитивом отсюда. Вы нас заряжаете этим позитивом. Мы хоть рады, что вот наша работа прошла не зря. Да, вот что вот благодаря таким просоткам мы как-то сразу вот понимаем, что мы все правильно делаем. Это очень важно. Мы понимаем, что мы можем все. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Давай вперед на сцену. Пойдем по мне. Не забудь подружку отвезти на кофе. Она тебе такую идею подсказала. Тебя, что ли? Меня. Спасибо. гайхман дима все давайте поехали это лоб который достаточно актив лучше ты скажи право что только мне спешит или еще к не тоже я смотрю на вас до эксперимент показал сейчас я почешусь не уронишь давай следующей программе я чувствую что я не в теме это морально устаревшая вязаная лапша до сих пор в общем эта борьба продолжать мне не очень это нравится я все время как бы пытаюсь пальму первенства отобрать мужа андрей ты считаешь что это соперничество просто внутри семьи одной да изменить забыть про карьеру тогда будет гармония тогда не будет гармонии во мне